вот как некоторые знают из присутствующих я вот уже третий год делаю мы так по развиваю сообщество дронница это подготовка и обучение операторов беспилотников поставка самих беспилотников вот разные всякие технические их улучшение усовершенствование тюнинг вот и естественно средства антидронной борьбы и вот прошлой осенью обратились бойцы из дружных подразделений с просьбой снабдить их пламегасителями почему потому что но они в ночное время охотиться на бабу-ягу вот так сказать стандартный стандартный дтк на калашников он демаскирует в ночное время стрелка во время выстрела то есть выстрел видно на светится и так сказать на 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 что на него прилетает и значит я пошел как всегда на базар значит за этими самыми дожигателями понял что купить их сложно в нужном количестве стоят они дорого неадекватно дорого делают их мало до в ижевске вот соответственно возник простой вопрос как их сделать самим и где вот ну я собрал несколько вариантов конструкторской документации остановился на том который так сказать специалисты назвали наиболее подходящим таким опробованным и начал искать а собственно где его делать и вот тут мне подсказали идею коллеги из чемпионата world skills да это чемпионат рабочих профессий сейчас нас оттуда естественно выгнали как агрессивных агрессоров вот но вот как бы в то время пока он был что после чемпионатов многие хорошие дорогие станки уезжали потом в колледже учреждения среднего специального образования и в общем в принципе если поискать можно их там найти но и вот мы с министерством образования новгородской области отработали нашли значит несколько станков ну так сказать такой самое значит дмж 50 значит пятикоординатный станок видит выглядит как космический корабль стоит столько же значит стоит в колледже накрытой тряпочкой потому что боятся к нему прикасаться вот значит ну что нам осталось делать нашли оператора для таких станков нашли собственно оснастку закупили сырье значит сделали эти самые пламя гасители на соседнем заводе произвели их антикоррозионную обработку стрелили отстрелили значит пробную партию на полигоне подтвердили характеристики и сейчас мы уже их серийно вот эти пламя гасители производим на фронт причем из хорошего в прошлом году был закон 449 который позволил это все делать легально то есть мы колледжу соответственно эти работы заказали легально до из плюсов но студенты получили деньги как это народ значит еще поучаствовал таким образом в большом хорошем деле вот а мы значит загрузили эти самые станки вот из этой истории в общем достаточно частный локальный значит у меня родился проект который я подал на конкурс сильные идеи значит суть его была очень простая то есть в стране порядка трех с половиной тысяч учреждений среднего профессионального образования у них конечно разное стоит оборудование они там разным заняты вот всего три с половиной три больше трех миллионов студентов учится при этом при этом степень загрузки этого оборудования ну вот даже по таким замерам она там в среднем чисто учебными задачами процентов 20 25 и если бы мы имели техническую возможность просто мониторить уровень загрузки этого оборудования именно учебными задачами если бы мы имели базу конструкторской документации на изделие и возможность оперативно создавать и отдавать заказу таким да вот вот таким исполнителем на разное производство если бы мы могли это делать не за бюджет и деньги а хотя бы за народные которые например собирает уэн и вот то мы довольно быстро получили бы такой прирост резервопроизводственных мощностей для нашего вот сегодня работающий на работающий на задачи войны промышленности измеряемые в тысячах станков до в разных ну в десятках тысяч часов и так далее учитывая что многие предприятия сейчас работают с переза с перегрузкой работают в две-три смены то есть такой резерв производственных мощностей был бы ну большим серьезным подспорьем но просто проблема в чем что минпром его не видит потому что учреждение из по находятся в ведении до министерства просвещения вот минпром работает с промышленными предприятиями а не с учреждениями образования но это вот только просто один из примеров который который показывает что в принципе если поскрести по сусекам то разные резервы как нам нарастить выпуск продукции вообще перейти от перейти вот так сказать закупок к производству очень даже есть ну и из интересного этот проект вошел в десятку победителей то есть он должен был быть представлен президенту даст подробно постам был он достаточно подробно расписан на дальше значит у меня возникла дилемма да я думаю а зачем я это буду рассказывать все публично но вот так сказать широкой общественности и поэтому вот в конечном итоге так получилось что значит сами материалы ушли на доклад а так сказать как бы его и его публичная презентация значит она так сказать мы снесли от греха подальше но потому что значит зачем нам очень только удар мы же не только первому лицу да если мы это публично то мы это еще много кому расскажем учитывая что сейчас вам даже в ела богу прилетает вот лучше ну его от греха подальше вот такие вещи нужно делать в тишине ну и вот этот пример я его привел что называется для затравки вот как некая как некий повод к диалогу вот о чем что сегодня здесь собрались спикеры участники которые так или иначе занимаются производством разного нужного для фронта причем под производством понимается не обязательно буквально физическое производство например вот александр раевский занимается производством по сути образовательные услуги вот делая сеть курсов первой помощи вот то есть мы производство понимаем достаточно широко но вот конечно все таки в первую очередь мы будем иметь в виду непосредственное производство поэтому дмитрий олегович датсков с компанией ru drons значит он будет говорить о то трудностях в производстве беспилотной анти беспилотной техники вот кристина олеговна гладышева из технофронта так сказать расскажет значит о том какие они запускали проекты до что получилось что не получилось ну вот ну и нас еще ждет очень интересный доклад юлия владимировна аносенко значит руководитель проекта помощь спецназу собственно про то как устроено взаимодействие власти и вот такого народного гаражного в пк соответственно у нас и у наших чудесных небратьев ну вот что есть у них чего нет у нас а хорошо бы чтобы было ну и для того чтобы задать какую-то вот эту общую рамку дискуссии я скажу несколько слов уже как организатор научно-производственного центра ушкуйник значит вот может как входили в сло мы входили в сло стезисом у армии все есть ну причем все есть это политическая установка то есть даже когда нет надо делать значит лицо кирпичом и говорить что все есть по множеству причин но дело даже не в том что есть а я на самом деле не все а дело даже в том что характер войны такой что возникли потребности уже по ходу нее в тех вещах которые никакими предвоенными планами предусмотрены не были и как раз наш такой официальный в пк он ведь все эти годы был в новом он был частью частью до таким да как как это как в кусочки зеркала значит он отражал все остальное то есть он это не был в пк который готовит который ну в пк страны готовящийся к войне это был в пк страны у которой армия претерпевала несколько изменений для того чтобы стать как это компактный профессиональной экспедиционной маленькой вот а еще это был в пк который работает на экспорт ну то есть значит это аналогов нет и которые стоят на форуме армия которые мы все значит торжественно пока которые нам торжественно показывают по телевизору которыми мы гордимся вот и которые предназначены для того чтобы произвести впечатление на иностранного гостя значит чтобы он побежал за значит мешком с деньгами вот то есть но этого пока который делал мало дорого и медленно причем в этом медленно большая часть административной составляющей ну то есть постановка в принципе любой системы на вооружение это нир это окр это литера вот это годы это годы согласований это значит невероятно сложная и длительная процедура ну короче это вот так сказать реалии такого многих десятилетий мирного времени и вот как бы надо сказать я вот не хочу здесь бросить камень система при нем предпринимает как прям титанические усилия для того чтобы как можно быстрее перестроиться под задачи на времени военного но все таки в но такой большой корабль так быстро развернуть по определению не получится и поэтому уже с самого начала с 22 года мы наблюдаем тенденцию как волонтерские группы которые поначалу просто занимались закупками всего необходимого ну не знаю там дроны везли из китая вот они все больше начали переходить от такой чисто закупочной деятельности к деятельности производственной возник причем заметьте по обе стороны фронта да и у нас и у них возник такой гаражный или народный впк вот я сам в осенью вот это страшная осенью 22 года когда были вот эти перегруппировки харьков херсон я занимался тем что в городе тольятти с мужиками в гараже значит устанавливал ну как это чертил проектировал значит и мы устанавливали станину для агс в кузов уазика там спиливается кузов и такая значит вращающаяся станина значит и там агс идея такая что но как это какую значит братьев из значит запрещенной террористической организации игил такая бармалейка подъехал отстрелялся значит развернулся и уехал ну вот это мы сделали значит и две роты таких бармалеек так сказать для самарских бригад 15 и 30 и они под кременной показали свою общем эффективность именно как когда надо вот очень быстро куда-то подъехать и там над грузить чего-то надо сколько-то в нужную точку но особенно когда дрон в небе висит вот это вот прямо у этого не было вообще никакого это был очень хаотический процесс да то есть вот есть какие-то мужики с руками вот есть какие-то другие мужики с железками вот есть какие-то джипперы у которых есть эти поддержанные джипперские уазики усиленные для бездорожья все это как-то собралось значит сделалось и уехала вот но уже вот осенью 22 начали появляться более крупные истории но вот я очень жалею что не смог все-таки приехать володя грубник даб который конечно явление в своем роде да потому что но вот самое большое это что у него несколько известных до таких проектов но с как бы самый значимый в контексте нашего сегодняшнего разговора я считаю это народная сеть потому что ну то есть как он понятно занимается и связью и бустерами и тем и всем но вот народная сеть она чем характерна значит маск сети простая вроде бы вещь и мы знаем даже из медиа что много кто в кустарном таком режиме делает так сказать плетет эти самые маск сети но как подошел к вопросу он значит четыре инструктора отправились учиться сначала на официальное официальному поставщику минобороны компании нитекс скопировали значит скрупулезно технологические карты стандарты но то есть сделали все для того чтобы те сети которые делаются в народной сети соответствовали стандартам и мо вот дальше единая система закупок больше ста пятидесяти подвалов по всей стране данного таких вот мест где люди плетут сеть при этом значит служба контроля и на данный момент они ежемесячно отгружают четыре пять тонн маск сетей то есть всего лишь в два раза меньше чем сам этот самый нитекс то есть уже условно каждая каждая на две сети которые поставляет так сказать официальный поставщик приходится уже одна сеть на народной сети то есть это это объем это масштаб это серийность вот и это экономика достаточно достаточно ну я бы сказал уже привлекательная и вот собственно чтобы уже передать слово коллегам я бы поставил несколько вопросов на обсуждение вот надеюсь что и выступающие и потом те кто будет задавать вопросы тоже на них поотвечают вот есть официальный впк и вырос уже какой-то гаражный впк они находятся между собой в непростых сложных отношениях проще говоря смотрят друг на друга так сказать с высока вы кто вот могут ли они как-то кооперироваться могут ли они находить общий язык есть такие если такие примеры второе вот государства как она к этому всему должно относиться что такое это для него это вот какая-то мелочь под ногами которые вот колоски за комбайном так сказать бегают пионеры подбирают вот или это те самые гаражи из которых потом вырастут будущие компании единороги ну вот да то есть что самая правильная сколково да правильный инкубатор и акселератор да не соевые хипстеры да с лавандовым рафом которые бегают от стартапа к финиш дауну и от гранта к раунду да значит вот которых мы навидались за эти 15 лет вот серьезные рукастые мужики с войны которые делают устройство в первую очередь для того чтобы выжить самому и своим друзьям вот да и желательно еще ну и превращают народные деньги в убитых врагов вот в ежедневном режиме вот вот это очень интересная среда и она растущая причем она растущая и количественно да в объемах в оборотах в номенклатуре выпускаемой продукции я вот только за последние три недели пообщался с 15 разными командами которые делают разную антидронку начиная от простых индивидуальных детекторов до стоимостью там несколько тысяч рублей так чтобы боец просто мог знать что в него что-то летит чуть-чуть заранее чем она собственно прилетит и заканчивая аэростатными комплексами то есть серьезными устройствами не просто шарик воздушный это машина с газовыми баллонами с лебедкой с генератором которая запускает в воздух эти самые платформы с камерами с радарами с тем другим ну то есть и всего этого вчера еще не существовало и вот поговорить о судьбах этой среды поговорить о возможных мерах поддержки для нее поговорить вообще об осмысленной какой-то государственной политике и